В подмосковных лесах благоустроят зоны отдыха. А вот каким образом обсудили на традиционном совещании правительства области с главами муниципалитетов. Подробности далее. Еще полтора года и Подмосковье полностью устранит последствия эпидемии караедотипографа. В 2012 он заразил 74 тысячи гектаров наших зеленых легких. Ежегодные санитарные вырубки и акции по посадке молодого леса дали результат. Осталось восстановить 12 тысяч гектаров. Поэтому следующая задача – создание в лесном массиве рекреационных зон. Санитарные рубки у нас уходят уже на периферию. Мы основные проблемные места Московской области ликвидировали. И появляется возможность у лесного комитета и ресурсы, которые у него есть, направить на подготовку леса под рекреацию в городах Московской области. У Клинского района уже есть свои наработки. Алена Сокольская готова предложить правительству области сразу несколько вариантов для благоустройства. Это должна быть настоящая зона отдыха в лесу. Это, конечно же, какие-то места отдыха, которые будут в обязательном порядке благоустроены для любителей активного отдыха. Это площадки для игры в волейбол, площадки для массовых игр не только детского, но и взрослого населения. Это в обязательном порядке обустроенные площадки для организации пикника. Зона отдыха – это пока планная, несанкционированная реклама, будничная реальность. Этот вопрос правительство области держит на особом контроле. Муниципалитеты отчитываются регулярно. Клинский район проделал большую работу и перешел в зеленую зону, где процент рекламного мусора не больше пяти от общего количества билбордов и растяжек. Я все-таки реально смотрю на происходящую ситуацию в городе и районе. Хочу сказать, что мы можем радоваться только тогда, когда достучимся до сознания каждого нашего жителя, который размещает рекламу, рекламодателя, назовем его так, и когда действительно станет понятным, что это не прихоть и это не разовая акция, это системная работа. Для тех рекламодателей, кто до сих пор не перешел в разряд официальных, у районных властей будут и официальные меры воздействия. А это значит принудительный снос незаконных рекламных счетов. Елена Плеснина, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.